Бельгия будет продолжать помогать Украине, но не будет отправлять войска, глава Минобороны. Бельгия продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь, но свои войска на фронт отправлять не будет, об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дидондер, сообщает РБК Украина со ссылкой на The Bruxelles Times. Как сообщает издание, министр обороны Бельгии подчеркнула продолжение поставок помощи Украине, и отметила, что «предоставление всей необходимой материальной помощи остается приоритетом». По ее словам, Бельгия предпочитает оказать Украине материальную помощь, а не отправку войск, так, в 2024 году Бельгия намерена предоставить Украине военную помощь на сумму 611 миллионов евро, а также будет участвовать в шести коалициях по поддержке ВСУ и тренировке украинских военных, что предшествовало. 26 февраля в Элисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели. В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует. Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность. Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину. Такое же заявление сделали и в Соединенных Штатах Америки. Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Сталтенберг, заявив, что «планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет», детальнее об этом, реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.